ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это и есть мусульмаркет. Здесь много новых фонсов, но сначала все из дерева сделано. В общем, именно парень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы должны получать от этого кайф. Понимаете? Итак, а вот этот автодом на базе автомобиля Fiat Ducato Maxi с объемом двигателя 2,3 литра и мощностью 180 лошадиных сил выполнен в трехосевом исполнении. То есть, одна ось спереди, две оси сзади. Этот особняк, повторюсь, в два раза дешевле предыдущего. И в этом автодоме также много места для хранения. Громадный гараж здесь для длинных вещей, в том числе с полочкой, для более коротких вещей. Но причем на эту полочку можно... То, что вещи лежат на этой полочке, можно взять изнутри, так как это находится у вас под сиденьем. Да. Большущий гараж в задней части. Просто громадный. Я даже не знаю только... Вот мой рост метр семь и шесть, вот чтобы было для понимания, да, какой проем дверной. Вот даже дилер подсказывает нам, что померьте. Метр шесть сантиметров ширина проема и метр тридцать пять сантиметров высота. Как люк самолет. Как люк самолет. Вот, действительно. Данк еще... Вот. Ну а теперь пойдемте вовнутрь. И начну я этот обзор, обзор этого автодома также с задней части его. Просто потому, чтобы вы понимали, да, что длина этих автомобилей идентична. Но вы теперь посмотрите. Здесь мы имеем поперечную двуспальную кровать. Громадную. На которой разместятся два человека. Вот. Также имеется такая же большая душевая кабина. Может быть, она дизайном немножко, как сказать-то, похуже выглядит. Но, тем не менее, она большая. Также пространство спальной зоны перекрывается. Такой же большой туалет, как и в предыдущем автодоме. Давай его покажем. Давайте. Проходите сюда. Причем закрывается. Так точно, да, дверь закрывается. Также перекрывает пространство. А вот смотри, если взять отношение объема площади к цене этого автодома, это, пожалуй, самый выгодный автодом из всех, которые здесь есть. Совершенно верно. То есть цена его, ну, такая же наверняка, как у классического хобби. Ну, это же Детлифс, да? Это Детлифс. Это Детлифс. Это особняк. Целый особняк по цене хобби. Да? То есть это... Совершенно верно. Так же, большой гардероб со штангой. Большой гардероб с полочками и штангой, опять же, для хранения вещей. Большой холодильник 140 литров объемом со своей морозильной камерой с автоматическим выбором источника питания. Газовая духовка. Трехкомфорочная газовая плита. Та же раковина, причем квадратная форма довольно-таки вместительная. Непривычно, что квадратной формы. Ну и традиционное хранение. Ящики для хранения. Но в этой модели ящики запираются традиционно, как у всех. автодомов. Перейдем теперь в гостиную зону. Вот здесь разместится, пожалуй, такое же количество людей, как и в предыдущем автодоме. Но, при этом, она отдельная. То есть она существует. Ушел человек спать, задняя часть. Так же может человек спать, лечь сюда. Остаться за столом там два-три человека, которые при желании могут интегрировать эту обеденную зону в спальные места. И таким образом мы имеем раз-два, три-четыре, пять-шесть спальных мест. При тех же габаритах, что и в предыдущем автодоме. Для того, чтобы здесь опуститься в кабину из нашего жилого пространства, мы можем приподнять кровать. Транспортное положение привести, застегнуть ремень. И все, и двигаться. Причем можно использовать альковое спальное место только для гостей и отдыхать вдвоем в нормальной спальной зоне. Здесь управление немножко поскромней выглядит, но имеются все те же самые функции. То есть мы можем посмотреть состояние аккумулятора в жилом модуле. Состояние аккумулятора стартового. Включить или выключить эту панель вместе со светом. Состояние бака серых вод, состояние бака чистых вод. Панель управления, да, кстати, в предыдущем автодоме была система отопления ALDE. В этом автодоме Truma Combi 6E. Также панель управления спутниковой антенны. Ну и много мест хранения. Это была компания Дом в дорогу. Делайте выбор и смотрите наши сюжеты на нашем канале в YouTube. либо на сайте домдорогу.ру Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»